Всем привет! В этом выпуске я расскажу о причинах повреждения обода моноколеса, о том, как сберечь обод и что же делать, если сберечь его так и не вышло. Приступим! Если вы следите за давлением, не запрыгиваете на моноколесе на бордюре, не катаетесь на моноколесе по лестницам, не увлекаетесь оффроудом и вообще следите за дорожным покрытием, то погнуть обод не так-то и просто. Однако, по своему опыту скажу, что даже за давлением на камере не всегда получается уследить. Причин на то много. Некоторые камеры постепенно стравливают воздух. Иногда на одном колесе катаются ребенок и взрослый и банально забиваешь или забиваешь, откорректируя давление. Ну и ко всему колесо можно попросту проколоть. И даже если давление в порядке, все равно имеется риск просто не заметить яму или камень на дороге. Впрочем, излишне паниковать тут не стоит. Для того, чтобы погнуть обод, либо яма должна быть внушительная, ну либо скорость высокая. Но в целом одно точно. Как ни крути, от риска погнуть обод никто не застрахован. Так что основная цель тут и это минимизация этого самого риска. Вот давайте о нем и поговорим. Так насколько легко погнуть обод? Ответ не столь однозначен. С одной стороны, практически все моноколеса на данный момент имеют обод из мягких сплавов, которые достаточно легко гнется. Но с другой стороны, от себя скажу, что я, 100 килограммовый дядька, неоднократно ездил на Emotion V8 с давлением полторы атмосферы и даже ниже. Было это несколько лет назад по неопытности. Просто не заметил, что колесо постепенно стравливает. А по ощущениям я тогда определять давление не мог. Один раз это закончилось проворотом покрышки внутри обода с последующим вырыванием ниппеля. И один раз змеиным укусом. Краска на ободе, а у восьмерки, если кто не знает, он черный, также была местами повреждена. Но при этом сам обод оставался идеально ровным. Для полноты картины скажу, что ездил я тогда очень и очень аккуратно. Стоит ли говорить, что после второй замены камеры я начал очень внимательно следить за давлением. Многие полагают, что подвеска на моноколесе помогает сберечь обод. Звучит вполне резонно. Но вот только тот комфорт, который дарит подвеска, позволяет не замечать те неровности, которые встречаются на пути. Что в свою очередь приводит к более агрессивной езде. И именно поэтому на практике колеса с подвесками также подвержены деформации обода, как и без подвесочника. В общем, если не хочется заниматься решением еще не созданных трудностей на моноколесах с подвеской, стоит также следить за давлением и быть внимательным к дорожному покрытию. Ах да. Если вы не знаете, какое давление выбрать для вашего моноколеса, то графики давления в зависимости от ширины покрышки, а диаметр покрышки вы без проблем можете найти вот в этом ролике. Чтобы обезопасить себя от лишних трат, многие райдеры перекачивают покрышку. Тут хозяин, как говорится, барин. Но лично я этого делать не рекомендую. Все же беречь коленные суставы куда важнее, ибо чинить их намного сложнее и дороже, но пока рак на горе не свистнет, мы часто думаем, что на горе никого и нет. Ну и напоследок. Даже если все сделано правильно, человеческий фактор всегда остается. Пропустить бордюр, ямку или не рассчитать усилия при запрыгивании на поребрик может, наверное, каждый. Поэтому давайте разберемся, что же делать с погнутым ободом моноколеса. Повреждение обода мотор-колеса действительно может стать серьезной проблемой. Дело в том, что он, как правило, служит ротором двигателя за счет приклеенных на него магнитов. Поэтому поменять его быстро и дешево на новый, скорее всего, не получится. Так что при повреждении обода, вероятно, три варианта. Во-первых, попытаться выправить обод. Во-вторых, найти обод с приклеенными магнитами. И третье, покупать мотор-колесо в сборе целиком. С первым вариантом все не так однозначно. Не все решатся без опыта выправлять обод самостоятельно. И это в целом разумно. В ремонтную мастерскую, осуществляющую прокатку автомобилевых дисков, мотор-колесо с торчащей осью тоже, скорее всего, не возьмут. Сошлются на то, что закрепить не могут, оцентровать или сами валики не подходят. Да и просто не рискнут. В сервис по ремонту моноколес, если и примут, то, скорее всего, весьма неохотно. И, вероятно, не возьмут на себя ответственность за трещины, которые могут образоваться при выправлении обода. Впрочем, о том, как выправить обод, я расскажу в следующем выпуске. Второй вариант, хоть и выглядит весьма привлекательно, но тоже имеет подводные камни. Для начала отмечу, что он доступен не для всех моделей. Все дело в том, что производители двигателей, как правило, отличаются от производителей самих моноколес. Которые, в свою очередь, покупают мотор-колеса в сборе. Поэтому не получают обод с магнитами, как отдельную запчасть. А значит, и не продают. Однако, надо признать, что тенденции тут явно меняются в лучшую сторону. И да, и этот самый простой вариант замены все равно вылетит в копеечку. Ну и третий вариант, самый мажористый. Ведь если вариант покупки обода, скорее всего, неприятно удивит вас по цене, то приобретение мотора в сборе вообще ощутимо опустошит ваш бумажник. Стоить это может порядка третьей части моноколеса. А в некоторых случаях придется выложить и больше половины стоимости от новёхненького агрегата. И да, возникает естественный вопрос. А почему бы не найти обод без магнитов и попросту не переклеить их со старого обода? Тут всё просто. Производители мотор-колес по понятным причинам не видят смысла продажи одного обода. А ситуация, в которой пользователь со сгоревшим статором решит оставить себе магниты ротора на память, вообще уникальная. Да и переклейка магнитов то ещё развлечение. Вот именно поэтому и возникает естественное желание выправить обод. И, к счастью, это зачастую возможно. Осталось только разобраться, в каких случаях стоит это делать, а в каких случаях лучше оставить так, как есть. Вот обо всём об этом я и расскажу в следующем выпуске. Анатолич, чёртово колесо, ровных вам дорог и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok